Здравствуйте, меня зовут Сухова Дарья Сергеевна и мы продолжаем формировать красивое письмо. На прошлой неделе мы рисовали волнистые линии, делали параллельную штриховку, соединяли две точки. Когда у ребенка это начало успешно получаться, обращаю еще раз внимание, рука должна быть свободна. Пусть ребенок бледно это рисует, пусть бледными линиями. Главное, чтобы кисть была все время свободна. Итак, теперь делаем следующее упражнение. Мы ставим ребенку точки на бумаге. Но это для начала. Мы сами поставим, а потом просим его самого ставить точки на бумаге. Точки поставлены. У нас вот точки поставлены. Дальше. Можно весь листок бумаги. Дальше ребенка просим зачеркивать точки сверху вниз, снизу вверх. То есть ряд, например, сверху вниз, ряд, снизу вверх. Можно зачеркивать волнистыми линиями, как скобочками. И это упражнение мы выполняем в течение недели. Он сам ставит точки. Смотрите, чтобы точки... Можно точки вообще в произвольном совершенно порядке. Можно попросить его постараться ставить точки на одном и том же расстоянии друг от друга. И тем самым мы тренируем соединение, чтобы ребенок точно попадал, куда он хочет попасть. То есть это упражнение тренирует то, чтобы его рука делала точно то, что ребенок хочет делать своей рукой. Одновременно с этим делаем еще одно упражнение. Лучше всего начинать с буквы О. Мы рисуем большую букву О. Или, в принципе, любая буква. И здесь учим ребенка ставить опорные точки. Разбивать таким образом букву нашу на точки, которые потом можно перенести на другую лист бумаги, соединив, получить букву О. Просим его просто вначале произвольно расставить эти точки на листе бумаги. Можно потом попросить взять кальку и перенести вот эти точки, которые он сам поставил, на кальку. На прозрачные лист бумаги сверху. Когда он перенесет, дать ему одну кальку и сказать, сможешь ты по этим своим точкам соединить букву. Если он не может, значит нужно дать ему еще раз его букву. Пусть поставит большее количество точек, чтобы когда он перенесет их на кальку, у него получилась буква. Так можно тренироваться с буквами и с разными буквами алфавита. Это приучает ребенка к тому, что он может самостоятельно разбивать любой чертеж, любой рисунок на части и по частям его воспроизводить. Итак, еще раз. Цель этого задания – научить ребенка ставить опорные точки на буквах. Я сейчас еще, например, поставлю их на букве А. Чтобы перенеся эти точки на лист другой, можно было бы в точности воспроизвести букву. Детям это задание очень нравится. Можно его назвать как шпионское задание. То есть мы будем учиться, как шпионы, подражать чужему почерку. Вот, то есть он ставит сначала точки, как показано у меня, потом кладете кальку. На кальке воспроизводите только точки. Снимаете кальку с листа и обводите, получится ли точно такая же буква или нет. Это задание на третью неделю. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ожидайте следующего упражнения. Спасибо. 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 Спасибо.